Итак, 150 грамм холодного сливочного масла, порубленного кубиками, 250 грамм муки. Лучше всего это делать в комбайне, хотя, впрочем, конечно, можно делать и руками, и ножом порубить быстренько, потом собрать. Дальше, 1 столовая ложка молока и 1 желток, только желток, белок не понадобится. Тимьян. Прямо сюда добавляем листики тимьяна. Это будет у меня не совсем обычный куриный паштет, а парфе. Парфе – это когда печенка будет готовиться на очень-очень низкой температуре, вот прямо в этом корже из песочного теста, понимаешь? То есть я взбиваю сначала сырую печень, а потом это все проготавливаю. Ну, ты сама сейчас все увидишь. 5-6 веточек, ну, таких вот очень пушистых. Да, еще немножко соли, чуть-чуть обязательно. Где-то пол чайной ложки, без горки. Ну и все. После того, как у тебя это все стало в такое превратилось, посмотри, в подобие хлебной крошки, здесь уже можно начинать работать руками. Что нам нужно сделать? Нам нужно сделать из этой массы шарик. Естественно, песочное тесто всегда оставляется в холоде. Тоже можно совершенно спокойно сделать это тесто вечером и потом уже выпекать утром. А еще лучше можно сделать пару коржей и заморозить их в морозилку прямо коржами такими, знаешь, в форме. И потом уже просто переупотреблением на пару-тройку часов в холодильниках отправить и все. Оно, конечно, еще сроднится, станет одним целым и уплотнится, пока будет лежать в холодильнике. Сейчас нужно взять просто пленку. Заворачиваем в пленочку, туго-туго приминаем как следует и отправляем в холодильник минимум на час. Форма. Натираем сливочным маслом, так, чтобы как следует все было покрыто. Дальше. Вот тесто, которое полежало, оно, видишь, очень крепко-крепко застыло. Что мы с ним делаем? Мы его натрем на терке. Натрем на терке и распределим не очень толстым слоем. Чем в этом случае удобно натирать его на терке? Ты понимаешь, во-первых, оно получится более воздушным, да? И видишь, как оно хорошо? Потому что раскатывать оно может порваться, еще что-нибудь. А тут посмотри, какая красота. Главное работать с ним быстро, потому что он нагревается, естественно, от рук. Так. Я хочу, чтобы у меня корж был очень тонкий. Я не люблю, когда много теста, мне хочется, чтобы просто была такая внизу хрустящая корочка. Поэтому всыплю его не очень толстым слоем. Ну, и я еще хочу обязательно сделать бортик, для того, чтобы потом начинка была, держалась, понимаешь, в каких-то таких рамках. Так. Не очень высокий, но все-таки бортик. Пироги, это, наверное, всегда работа такая трудоемкая, но мне кажется, что награда всегда такая хорошая. Так. Любит народ пироги. У меня уже дома, во всяком случае, это всегда столько радости. Дальше. Дальше тебе знакомая процедура. Духовка у меня уже разогрета 180 градусов. Все очень просто. Это бумага для выпечки. Обычная пергаментная бумага. Выстелить. И насыпать каких-нибудь... Вот я насыпаю в данном случае чечевицу. Итак, на 15 минут в разогретую духовку 180 градусов. Пока выпекается у меня корж, займемся приготовлением начинки. В начинку мне нужно, ну, естественно, так как я сказала, что это будет парфе из куриных печенок, пока тесто убираем в холодильник. А из холодильника берем куриные печенки. Сливочное масло размягченное у меня здесь есть. Печень у меня, естественно, вымытая, просушенная. А все пленочки не нужны из нее, вырезаны, убраны. Поэтому все, что мне осталось сделать, это отправить ее в блендер. Где-то здесь у меня 300 грамм печени. Так. Дальше. Один лук-шалот и одна долька чеснока. Тимьян. Такая одна пушистая веточка. Сразу тимьян отправляю к печенкам. Тимьян, ты понимаешь, да, поддержит тот тимьян, который у нас находится в песочном тесте нашем. Так. Веточка тимьяна. Не очень мелко изрубленный шалот. И изрубленная долька чеснока. Тоже отправляем это все в печень. Так, еще мне понадобятся обязательно сливки 23-процентные. Они идеально вообще подходят для приготовления любых соусов. Они как бы разработаны для того, чтобы их добавляли в соус. Очень хорошо с печенью сочетаются. Так. 150 миллилитров. Сливки. И одно яйцо. Ну, естественно, соль. Где-то четверть чайной ложки соли. И немножко перца. Сейчас мы перца добавим. Начнем уже взбивать. Не на высокой скорости. Ну, вот и все. Получился замечательный наполнитель. Теперь, как я сказала, пахнет очень вкусно. Чуть-чуть добавить молотого перца. Что-то у меня милечко было. Столовую ложку коньяка. Вообще, коньяк в паштет, как ты понимаешь, это просто необходимо. И немножко портвейна. А потому что очень хорошая комбинация получается. Он чувствуется, две столовые ложки портвейна. Чувствуется совсем немножко, но дает такой аромат фантастический, что без него, честно скажу, совсем не то. Еще раз немножко все это перемешать. И убрать в прохладное место до тех пор, пока корж не пропечется. Ну вот, все приготовления к паштету у нас готовы. Осталось его только приготовить. Посмотрим, как тут поживает наше тесто. Тесто, на мой взгляд, поживает исключительно замечательно. Посмотри, вот его, ой, видишь? И не опали бока. И какая красота, корочка какая золотистая. Убавляем температуру до 100 градусов. То есть делаем ее очень-очень низкой. И даем духовке немного охладиться, совсем чуть-чуть. И пусть тесто немножечко остынет, станет не таким уж горячим, чтобы наша печенка, та заправка, которую мы приготовили, такого шока не испытала от того, что прямо, знаешь, из холодильника сразу он из огня до в полыми называется. Выливаю эту красоту всю в тесто. Кроме того, что печень очень любит коньяк, портвейн и всякий там такой интересный алкоголь, печень еще обожает мускатный орех. Я его, кстати, тоже очень-очень люблю. Поэтому не забыть добавить щепотку мускатного ореха. Чуть-чуть перца соли, совсем чуть-чуть. И отправляем в духовку ненадолго, минут на двадцать всего. Ну и вынимаем парфе. Должна тебе сказать, пусть тебя не пугает, пусть тебе не кажется, что оно сырое. Оно должно чуть-чуть еле-еле схватиться сверху. Оно не должно совершенно проготовиться. Вот посмотри, видишь? То есть оно должно быть таким упругим, но не уже совершенно твердым, таким закаменевшим. Все, оставляем его и даем ему остыть. Естественно, подавать его нужно совершенно-совершенно охлажденным. Поэтому сначала его остужаем, быстренько сняв с него форму, чтобы он остывал как можно быстрее. А потом отправляем в холодильник. Вот посмотри, какая красота получилась. Если ты такой перфекционист, тебе хочется, чтобы было все очень аккуратно, можно отломить эти кусочки. Только нужно отламывать во внешнюю сторону, чтобы они не заваливались во внутрь. Но мне нравится, я оставлю так. Продолжение следует...